Первым делом здесь начали строить детский садик на 200 мест. Закончить пообещали главе Анапы к концу этого года. Площадь дошкольного учреждения более 5000 квадратных метров. Изначально это должно было быть двухэтажное здание, но потом проект изменили. Мы где-то пошли на расходы в 4-3 миллиона рублей, но у нас в этом садике будет 1700 квадратных метров сухих подземных помещений. Они наполовину в земле, наполовину снаружи. То есть прачки мы убрали вниз, котельные. Будет в жилищном комплексе и своя подземная парковка на 300 мест. Дополнительно на 500 сделают на участке рядом с домом. У нас нет парковок возле подъезда. Мы убрали всю парковку плоскостные, вынесли в дороги. Но это правильное решение. У каждого должна быть парковка. Тогда, может быть, мы рано или поздно избавимся от тех машин, которые стоят на улицах. Парковки нужны, необходимы и должны быть. Это касается всех застройщиков. И вы, чтобы это знали и понимали, что мы не сможем по-другому. По-другому и не может быть. Здесь застройщик полностью поддерживает главу курорта. Если бизнес пришел всерьез и надолго, необходим комплексный подход. Садик, парковка. Уже как бы это все снимается много вопросов проблемных у людей. Когда куда детей везти. Помимо сугубо практичных решений, не обошел вниманием застройщик и вопросы эстетики будущего жилищного комплекса. Здесь, помимо благоустройства территории, уже приступили к строительству фонтана. Сейчас идут работы по заливке 15-метровой чаши. Фонтан будет расположен на въезде в город со стороны станицы Анапской. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа. Регион.